В начале войны с Украиной патриотизм в России был на подъеме и дошел до оболезненного фанатизма. Можете разбрызгивать страну, но это не измерит главной сути. Мне не стыдно за свою страну и за то, что президент наш Путин. Большинство россиян верили в свою стремительную победу и желали смерти украинцам. Когда мы там всех, тогда будет мирно и все хорошо. Могли по другому-то. Но за два с половиной года у жителей Запореврика случилась непредвиденная потеря веры в Путина и в свое счастливое будущее. Те, кто считает, что дальше все будет хорошо, тоже пошлите их нахуй. Что заставляет людей сомневаться в своих прежних идеалах? Очередная волна припадков, паники и истерики нас накрыла вчера. Как вчерашние фанаты войны становятся ее ненавистниками? В госпиталь меня привезли, никакой помощи мне там не окажут. Ногу отпилили, не зашили. Сейчас выкинули с госпиталя меня. И почему даже кремлевская пропаганда готова свергнуть кремлевского правителя? На веревке болтаться будете. На веревке. Давайте откроем матрешку и узнаем. Что такое патриотизм по-русски? И почему его запас у россиян стремительно заканчивается? За 20 лет путинского правления понятие патриотизма в России окончательно исказилось. Сама любовь к родине – это очень светлое чувство. Он превратился в слепую покорность ко всему, что прикажут в Кремле. А приказы там всегда преступные. Любые неприятные действия, их очень удобно оправдывать чем-то хорошим. Поэтому слово «патриотическое» присоединяется ко всему такому, что, в принципе, встречает отторжение. Военные игры для детей звучат не очень. А патриотическо-военные уже как бы вроде сложно родителю как-то сказать «нет», потому что разве ты не патриот, разве ты не любишь свое отечество? В октябре в российском городе Канск прошел фестиваль патриотизма. Гвоздем Каннского фестиваля стало обращение мэра Ольги Виттман. Вот такой объект, такая крутая-крутая палатка. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО. Поэтому приглашаю всех. Это интересно, это познавательно. Местные жители тут же проконсультировали женщину. Ей самой пора на фронт рыть окопы. Еще за месяц до этого в Канске пытались сжечь военкомат. И это лишь один из многих подобных случаев, которые происходят все чаще и не просто так. Приходит другой парень, 18 лет, и говорит, я убью как можно больше украинцев. Я туда приеду и их буду убивать. В начале полномасштабной войны российские солдаты искренне верили в свою стремительную победу. Ведь это обещал Путин. Но с первыми фронтовыми потерями началось массовое дезертирство среди российских солдат. Все эти люди буквально начали с первых дней войны, так скажем, уезжать. Поначалу это там десятки, единицы. А вот когда месяц уже прошел, и всем стало понятно, что это явно не три дня, все, у нас часть начала пустить. Со временем просто уже это все превратилось в какую-то, не знаю, призрачную часть. Через полгода патриотов за поребриком стало еще меньше. Оказалось, что мало любить войну перед телевизором. По приказу Путина нужно воевать самим. Сентябрьская организация 1922 года сразу увеличило число людей, кто стал смотреть на войну все-таки с меньшим приятием, понимая, что вообще говоря, война несет совершенно конкретные риски. Лучшие друзья дедушки – мальчики-курсанты. С первого дня службы в их головы вбивали установку – они будут защищать родину. Но с первых дней войны и до сих пор курсанты видят – защищать приходится самих себя. От пьяных комбатов и армейских полковников. Я ему задал свой проблемный вопрос. И на следующий день меня вызвал китаец. И начал *** меня за то, что я пожаловался полковнику Ужигову. И меня на следующий день отправляют на передовую. И мне дали деда. До фанатов Кремля все больше доходит. Зря они были заодно с Путиным. Любовь к нему – это любовь до гроба. В буквальном смысле. За свой кровавый патриотизм платят пока только жители Курской и Белгородской областей. Но остальных россиян предупреждают – они следующие в этой очереди. Ушки на макушке. С началом наступления противника на вашем участке. Не ждать, что все образуется. Не быть уверенным, что все закончится благополучно. Лучше сдернуть и подальше. Закончить службу и сдернуть домой до недавнего времени хотели солдаты. Ведь таких наемников делали прижизненными героями. Им вручали медали. Их застиранные носки выставляли в музеи. Теперь русский дембель радуется, если его не избил прохожий. Всенародная любовь к людям в форме стремительно перерастает в такое же всенародное отвращение. Пацаны, когда мы позвонили сегодня. Все один, потом другой. Рассказывают истории свои. Форму одеть, блядь, тесняются. Как обидно, блядь, когда вы там по телевизору. Среди массовой информации. Наши герои, блядь, так любят. Туда-сюда, блядь. Господи, блядь. Господи. Кому вы врете? Кого там вы любите, блядь. Один, блядь, придурок, 20-летний, подошел к мужику в магазине. Да выжигают убийца. Раньше этих убийц активно поддерживали волонтеры. Это ведь так патриотично, помогать родине. Но оказалось, что они, как и русские солдаты, если не украдут, то что-то стащат. Как, например, волонтер Роман Алехин. У нас склад есть. Ну, это мой склад. За три года у него было 13 зафиксированных случаев мошенничества, где в результате мошеннической схемы были похищены деньги, как белгородские, курские, курян и многих разных, разного возраста. Здесь надо отметить, наш мошенничек такой абсолютно был всеядный. А в оккупированной России и Донецкой области нашли целый рынок с солдатской одеждой и обувью. Вот это вот гуманитарочка. Ваша, все, кто помогает, стоит. Вот эта вся гуманитарочка наша продается в Солдатске. Вот, вот люди. Вот, смотри, спрятался. Стыдно, наверное. Зачем русскому Ваньке ватник и портянке? Настоящего скрепного мужика должна греть любовь к родине. А русский мужик очень любит изменять. Патриотизм – это пристанище негодяев. Почему? Потому что появляются люди, которые прикрываются любовью к родине, патриотизмом, и под этой вывеской творят все, что угодно. Это блогер-пропагандист Егор Гузенко по кличке Тринадцатый. С самого начала вторжения России в Украину он поддерживал все идеи Путина и записывал пафосные видео из блиндажей. Там воевали не только ополченцы, так называемые, и русские добровольцы, соответственно, один из которых был я. Но чем дольше длилась война, тем сильнее угасал патриотизм Гузенко. Русская армия стремительно вымирала, а обещанной победы все не было. Фанат Путина разозлился, переобулся и начал открыто критиковать бункерного карлика. Все, что сейчас происходит, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы мы должны понимать, что, возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту, ***, война не заканчивается. Для такого героя война должна начаться по-настоящему, решили власти. И натравили на Гузенко людей в форме. Меня задержали, я в Кировском ОВД города Новопавловск. Задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили. Несчастливому 13-му настоятельно предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться в АКО. Но патриот почему-то отказался отдавать долг и жизнь родине. Вскоре выяснилось, Гузенко никогда не воевал на фронте. А все его видео, записанные якобы из блиндажей, фейк и постановка, Z-блогер просто очень хотел славы. Обидно до глубины души. Обижаются не только ряженные военкоры. Фанаты Путина из оккупированных территорий жалуются. Кремль задурил им головы. Путинские наемники превратили города в помойку, непригодную для жизни. Ситуация в ЛНР, ситуация в Первомайске. Ситуация остается крайне тяжелая, крайне напряженная. По территории республики абсолютно нет воды. Также печальная обстановка с работой. Люди бегут. Как бы кто что ни говорил, а население ищет там, где более-менее оптимальные условия проживания. Сложилась такая ситуация, что ЛНР, ну я думаю, так и ДНР, как резервация для русских. Это понимают и сами русские, которые захватывали украинские территории ценой большой крови. Сейчас у людей сквозит обида. Нас-то за что? Вот люди здесь говорят, вы нас освободили. Некто, я слышал, тоже такое. От чего вы нас освободили? От наших домов? От наших зарплат? От нашей жизни? Слуги Путина все чаще признают. Украинские земли – абуза для запоребрика. Уже сейчас на их содержание в Кремле нет денег. А когда закончится война, все станет совсем печально. А новые территории превратятся из, собственно говоря, дополнительного локомотива развития, они превратятся, я так понимаю, просто в кандалы на ногах. Или как-то из жернов на шее тонущих. Там затраты на выставление будут сравнимы с теми затратами, что понес Советский Союз на, так сказать, ликвидацию и разрывки после Великой Отечества. Столетиями Россия начинала войны против других стран, считая себя победителем в каждой из них. А теперь впервые в истории ломает зубы об Украину. Это оказалось настолько больно, что испугались даже пропагандисты. Специальную военную операцию нужно как можно скорее. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Но заканчивать, как и начинать, россияне умеют только по команде Путина. И если карлик не дает приказа прекратить войну, ему нужно помочь и убрать с должности. Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимает. Пропаганда готовит россиян к неизбежному поражению. И народ почти готов к этому. Согласно опросам, за окончание войны выступает 49% россиян. Это рекордное число с начала 2014-го, когда путинские войска вторглись в Украину. Кто-нибудь знает, когда у нас закончится СВО? Или, может быть, кто-нибудь из вас знает, кто это может остановить? Может, повоевали и хватит? А за что пацаны там гибнут? За что? Они не за родину гибнут, они за эти гибнут, которые делят там что-то неизвестное. Провались они проводом, пускай слышим. Мы все понимаем, что это делается. И действительно, сколько можно молчать? Почему растет народное возмущение, знают в Уральском федеральном университете. Их исследование показало, уровень патриотизма в России снижается, потому что люди все чаще узнают новости из интернета, а не телевизора. Выводы относительно телевидения, полагаю, можно объяснить теорией культивирования. Чем больше времени люди проводят перед телевизором, тем выше вероятность веры в то, что представленная социальная реальность в СМИ и есть действительность. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Десятилетиями Кремль и пропаганда навязывали россиянам извращенную любовь к родине. А теперь из-за своей кровожадности сами же уничтожают это чувство. Что умрет раньше? Народная вера в Путина или сам Путин покажет время. Но обе смерти неизбежны.